В Самаре провели конкурс на лучшую уху. Шеф-повара и просто любители вкусно покушать собрались в областной столице, чтобы доказать, что их кулинарное произведение лучше, чем у конкурентов. Поучаствовать приехали гости со всего региона. Четыре рецепта, пара часов и стали известны победители. Самые оригинальные способы приготовить уху узнала и наша съемочная группа. Под русские народные песни и традиционно на открытом воздухе. Четыре рецепта и команды, чтобы поучаствовать в конкурсе, повары и просто любители вкусной пищи съехались со всего региона. Причем, чтобы попасть в команду, гуру кулинарного искусства оказалось быть не обязательно. Особенность в том, что я 12 лет ставлюсь на Волге, такой ухи я еще не видела. Вот именно в том, что в нее закладка сама идет, перепелиные яйца и пельмени из шпината. И потом уже бульон сварен на трех сортах, по-моему, рыбы. Еще в процессе приготовления сузей на площадке становилось все больше. Прохожим предстояло попробовать все четыре вида блюда и проголосовать. Рецепты от самых изысканных до давно знакомых рассказывали по ходу приготовления шеф-повара ресторанов. Они же капитаны команд. Мастер-классы продолжались около двух часов. Наверное, у каждой народности, в каждой стране есть своя уха. Ну, норвежская уха, например, молочная семга. Наша уха русская, там с водкой. Можно назвать японский мисо-суп тоже ухой, наверное, потому что на рыбном бульоне готовится. Поэтому уха – это межнациональное традиционное блюдо. А победила в итоге уха поморская. Готовится блюдо исключительно из морской рыбы. Стейка и печени трески, палтуса и семги. Ирина Трофимова, Егор Майоров, Новости губернии.